Игра престолов Разрешите мне сегодня от лица и по поручению губернатора Приморского края Андрея Владимировича Торосенко поприветствовать всех участников нашего 15-го ежегодного турнира Куба губернатора Приморского края. По гребле на лодках «Дракон». В этом году гребле на драконах в России исполняется 20 лет. А между прочим, именно гребцы из Владивостока первыми в нашей стране заинтересовались этим видом спорта. Сегодня драконов укращают любители, профессионалы и даже целые рабочие коллективы. В этом уже 15-м Кубке губернатора участвовало более 500 человек, причем около 100 из них были иностранцами из Макао, Гонконга, Шанхая и Зелине. Не поленились приехать на русский остров и спортсмены из Москвы. К слову, президентом столичной команды является Александр Сергеев, который местным любителям гребли известен как один из основоположников драконьих регат во Владивостоке. Чемпионом мира стал, занимаясь в спортивном клубе «Тигры Владивостока». Тогда были знаменитые спортсмены, они и сейчас остаются, только единственное, что они так активны. Ну и как-то получился такой плавный переход, и сейчас возглавляю этот клуб, тренируемся по схеме, так будем говорить, наших тренеров, Шувалова Владимира Александровича. Ну все, все себя оправдывает, мы также и выиграем, и Мастер Геймс, и чемпионаты Европы, чемпионаты мира, все продолжается. Огромное желание было приехать, мы команды готовили, и 82 человека сейчас выезжают на клубный чемпионат мира в Венгрию, в городе Сегет, который будет проходить с 15 по 22 июля. Ну вот выбрали мы окно, чтобы приехать и отгоняться в юбилейную гонку губернатора. Хотелось бы, чтобы эти традиции продолжались, и в сборную страны попадали спортсмены из Приморского края. Эти самые приморские спортсмены каждый год радуют результатами. Как хозяева они понимают, что ударить в грязь лицом неприемлемо. Да и перед китайскими основателями гребли на драконах хочется показать себя во всей красе. В этот раз особо заметными оказались коллективы из Владивостока, Партизанска, Большого Камня и Находки. И это при том, что не все из них сегодня могут похвастать сугубо профессиональным составом. Гребля на лодках дракон в Большом Камне в этом году стартанула с нуля практически. Федерация гребли выделила лодку. Люди тренируются, много очень энтузиазма, молодежь. Опять же, спорт это спорт. Это не времяпровождение где-то, где попало, а именно организованно, дружно, вместе. Самому молодому участнику нашей команды 10 лет, самому взрослому мальчику 71 год. Поэтому действительно есть непрофессиональные гребцы, потому что находка в греблю влилась совершенно поздно на всем, как говорится, на фоне Приморского края. С 2004 года, вот в этом году 14 лет, и 15 лет губернатора Приморского края. То есть мы с первых соревнований, мы участвуем во всех этих соревнованиях, так скажем, активно и очень всегда к ним серьезно подходим. Хотя у того же Владивостока, что не спортсмен, то как минимум неоднократный участник этой регаты. Такой командный вид спорта, в котором можно проверить сплоченность и надежность всего коллектива, идеально подходит для хобби у местных компаний. Корпоративное участие во Владивостоке со временем переросло в нечто большее, чем просто забава на свежем воздухе. В нашей команде, я думаю, как и во многих других, это вот именно командный дух, дух соревнований, что люди из разных отраслей, областей, разного возраста, телосложения, комплекции, все собрались ради общего дела, чтобы сесть в эту лодку, отработать вместе и победить. Это на самом деле очень интересно, очень захватывает. Я лично в гребле именно ради этих эмоций, которые дает гребля. Вода, ощущения, это очень прекрасно. Это командная работа в любом случае. Мы тренируемся вместе, отдыхаем вместе и гребем. Главная фишка Кубка, конечно же, участие разных уголков Китая. Русские гребцы всегда с интригой наблюдают за приезжими гостями, потому как не знают, на что они способны. Да, родоначальники гребли на драконах, по идее, не могут оплошать, но как себя показывает новое поколение китайских спортсменов. Это первый раз, когда мы во Владивостоке. Так близко к России были только на соревнованиях в Харбине. Это сложно, потому как мы не тренируемся на открытой воде. Бухта здесь открытая, сильный ветер. От этого гораздо тяжелее грести. Ваши гребцы очень сильные и с хорошим настроем. У нас в Гонконге не так много людей интересуются этим видом спорта. Мы были удивлены, что здесь, на севере от нас, ребята занимаются греблей на драконах, и при том так профессионально. Но каким бы разношерстным ни оказался состав китайцев, свое золото они все же смогли отстоять. В главной и самой зрелищной гонке, в 10-местном драконе на 200-метровке, борьба оказалась максимально плотной. Там на воду вышли 19 команд. Студенческий китайский коллектив Бейнхуа оказался быстрее ближайших преследователей команды «Восток» из Владивостока, причем всего на 43 сотых секунды. Поэтому кубок из рук Андрея Тарасенко получили именно азиатские гости. Не первый год сюда приезжаем, поэтому уже знаем, к чему готовиться и плотно тренируемся. В финале очень переживали, потому что русские не отставали от нас ни на метр. Но несмотря на соперничество, мы рады, что каждый год знакомимся с новыми иностранными спортсменами. А вот наши девушки в аналогичной гонке слабины не дали. За женский кубок боролись 7 коллективов. По итогу первой в финальном заезде пришла владивостокская команда «Рыба моей мечты», которая отстояла прошлогоднее золото. Наверное, мы немножко больше готовимся, немножко сильнее стремимся, немножко больше хотим. Не знаю на самом деле, но у нас правда очень сильные соперники. И тут нет очевидного победителя никогда. И, наверное, немножечко удачи на нашей стороне. Довольно ярким триумфом отметилась гонка среди юниоров. Там в жесткой молодежной борьбе победу одержал Сучан. Коллектив из «Партизанска» в последний раз добивался такого результата только в 2007 году. Парни считают, что им помог опыт в обычной гребле. Как говорил тренер, в драконе должны сидеть те, кто греб и в каное, и в байдарке. Да, у них будет техника в драконе лучше, чем простых людей, кто сел сразу в дракон. Им тяжелее намного научиться в драконе технике, чем перейти после каное в дракон или после байдарки. Практически во всех остальных категориях на высоте оказались именно гребцы из приморской столицы. Юбилейный кубок губернатора, по мнению многих участников, стал настоящим праздником гребли. Ведь помимо основного чемпионата здесь состоялись соревнования на океанских каное-аутриггерах, заезды на сапах, а также драгон-баттл, напоминающий перетягивание каната. Такая насыщенная программа позволила максимально сдружить все местное сообщество гребли. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». Редактор субтитров А.Семкин